В эфире программа «В поисках семейного счастья». Наверное, нет семей, в которых бы не встречались размолвки. Члены семьи – это близкие люди, и все понимают, что ссоры мешают жить. Почему же тогда возникают конфликты внутри семьи? Каковы возможные причины конфликтных ситуаций в семье? Конфликт, как правило, порождается не одной, а целым комплексом причин. Исследователи выявляют ряд наиболее распространенных причин конфликтов в супружеских отношениях. Одна из таких причин – это неадекватная мотивация брака. Контрпродуктивным мотивом вступления в брак относят мотив бегства от родителей, мотив долга, жалости, мотив одиночества, мотив социальное давление. Контрпродуктивными также могут быть рентные мотивы, когда брак заключается по расчету. Когда выбор спутника жизни совершается на основе подобных мотивов, это может стать причиной конфликтов и нестабильных эмоциональных отношений в браке. Причиной семейных неурядиц также может быть конфликт ценностей. Духовная совместимость, соответствие и сходство ценностей, моральных принципов, мировоззрений, интересов и убеждений – все это имеет особую значимость, это главный фактор в семейно-брачных отношениях. Если есть разногласия взглядов, это может стать причиной серьезных разногласий. Следующая причина. Одна из самых распространенных причин непонимания в семье – это психологические особенности личности супругов. Как правило, ссоры возникают из-за недостатков в характере, из-за особенностей психики, из-за пробелов в воспитании. Еще одна распространенная причина конфликтов – это борьба обоих супругов за власть, за главенство, борьба за лидерство в семье. Это может быть также неэффективность руководства и управление семьей, излишняя авторитарность. Причиной размолвок является и ролевой конфликт, когда у супругов различные представления о супружеских ролях, разные понятия прав и обязанностей, разный взгляд на воспитание детей, или когда кто-то из супругов проявляет некомпетентность в выполнении своей роли. В силу этого возникает неудовлетворенность потребностей членов семьи. Признано, что конфликты наиболее часто встречаются также из-за нарушения общения, из-за охлаждения отношений, чувства любви, когда отсутствует или есть дефицит поддержки взаимопонимания, когда в семьях нет взаимодействия, взаимопомощи, взаимодоверия и взаимотерпения, когда супруги не желают уступать, подстраиваться под ритм жизни семьи. К возможным причинам семейных конфликтов также относят ограничения каких-либо прав партнера, ущемление личного достоинства, недостаточное уважение партнерами друг друга, подавление личности одного из супругов. В подобной модели один из супругов может контролировать расходы, заставлять давать отчет об израсходованных средствах, может контролировать отношения, заставляя отказаться от общения с некоторыми друзьями. Подобные ограничения, подавление личности, зависимость может тяготить, из-за этого в семье могут начаться раздоры. Когда один из супругов через агрессивное поведение ущемляет права других членов семьи, другой партнер в ответ может начать агрессивное самоутверждение, он может заявлять о ценности своего «я», постоянно отстаивать свои права и доказывать свое превосходство. Еще одна возможная причина семейных конфликтов – это рассогласование взглядов в сферах управления семейным бюджетом, вопросы, связанные с финансами. Финансовые разногласия могут быть, когда, например, не хватает материальных средств и семье необходимо ограничивать себя во многих покупках. Однако один из супругов тратит на себя больше, чем другие члены семьи. Это может вызывать неприятие и стать причиной конфликта. Разногласия также могут быть связаны с решением вопроса о вкладе каждого из супругов в семейный бюджет. Размолвки нередко бывают на почве низкого уровня материального благополучия. Нередко жены упрекают мужей в том, что они не обеспечивают нормальную жизнь в семье. Причиной ссор могут быть стесненные жилищные условия, неэффективное планирование и использование бюджета и ряд других вопросов, которые связаны с финансами. Семейные кризисы и конфликтные ситуации могут возникать и при переходе от одного этапа на другой в жизненном цикле семьи. Причиной подобных кризисов и конфликтов могут быть неэффективная система отношений в семье, неспособность супругов к адаптации к новым условиям и вызовам при переходе на такие этапы, как рождение ребенка, кризис среднего возраста и другие этапы жизненного цикла семьи. Нередко размолвки могут быть и по причине вмешательства родителей в семейные вопросы или когда они складывают соотношения с родительскими семьями. После того, как супруги вступают в брак, родители нередко продолжают чрезмерно опекать, навязывать свою точку зрения, настраивать ту или иную сторону против них, давать советы. Или же родители той или иной стороны могут продолжать выражать несогласие и протест относительно заключенного брака. На этой почве могут начаться ссоры между супругами. К тому же муж и жена воспитывались в разных семьях. В результате размолвки и разногласия могут возникать и по причине несовпадения родительских субкультур из-за разных представлений о семейных функциях, традициях, ролевом поведении. Причиной конфликтов порой являются и серьезные личностные проблемы одного из супругов. Это может быть агрессия, насилие, использование психоактивных веществ, склонность к азартным играм, алкоголизм и другие вредные привычки. Для разрешения конфликта необходимо прежде всего выявить подлинную причину конфликта, выявить подлинную проблему. Вышеперечисленные причины и компоненты могут выступать источником напряженных конфликтных отношений. Подобные обстоятельства могут приобретать хронический характер, они могут менять всю систему семейных отношений, влиять на поведение супругов, на выполнение семейных обязанностей и функций. Специалисты в области семейных отношений проводили исследования. Они анализировали, с какими семейными проблемами обращались за консультацией наиболее часто, какие конфликты наиболее разрушительны, какие проблемы удавалось разрешать более эффективно, а какие поддавались разрешению менее продуктивно. Наиболее проблемные области семейных отношений, которые трудно поддаются терапии и имеют наиболее разрушительное воздействие на супружеские отношения – это физическое насилие и агрессия, алкоголизм, утрата чувства любви, нарушение коммуникации, общения, борьба за власть и главенство, нереалистичные ожидания, предъявляемые к семье. Сравнительный анализ показал – наиболее разрушительные виды семейных проблем более сложно поддаются терапии, терапевтический эффект достигается здесь с наибольшим трудом. Бывает, что у семейных конфликтов порой видимы только его симптомы, однако скрыты истинные его причины. Порой подлинные причины конфликта трудно выявить и обнаружить из-за различных психологических моментов. Во-первых, в любом конфликте на первый план выходят эмоции, а за эмоциями трудно разглядеть реальную причину конфликта, то есть рациональное начало, как правило, скрыто за эмоциями. Во-вторых, подлинные причины конфликта могут быть надежно скрыты и психологически защищены в глубине подсознания и проявляются на поверхности только в виде симптомов конфликта. В-третьих, причины конфликтов могут быть неуловимыми из-за так называемого закона круговой причинности семейных отношений, который проявляется и в супружеских конфликтах. Существует три аспекта межличностных отношений. Это когнитивный, то есть как мы видим и понимаем отношения, аффективный, как мы к ним относимся, и, наконец, поведенческий аспект, как мы поступаем в наших отношениях. Согласно данному закону, пусковым моментом конфликта могут быть любые звенья замкнутой цепи, причиной могут быть рациональные и объективные причины, причиной конфликта могут быть эмоции, и в основе конфликта также может быть поведение. Порой определить уровень, на котором возникли разногласия, на уровне эмоций или на уровне поведения, и, соответственно, каковы подлинные причины конфликта, порой определить уровень, на котором возникли разногласия, не так уж и просто. Что общего можно наблюдать во всех конфликтных ситуациях? Как правило, партнеры игнорируют собственную роль в возникновении конфликта, то есть каждый считает себя правым, каждый пытается целиком свалить вину на другого, каждый считает, что не он стал причиной для конфликта. Анализ показывает, во внутрисемейном конфликте чаще всего виновны обе стороны, и исправление сложившейся ситуации требует совместных усилий и систематичной групповой терапии. Редактор субтитров А.Семкин